Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте. На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я, Михаил Горин, мой собеседник, израильский журналист Павел Моргулян, Первое радио. Паша, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, ситуация в Израиле, можно сказать, аховая. Конфликт обострился до предела. Для тех, кто не в курсе, я объясню, в чем проблема. Объясню телеграфно, потому что подробно это очень сложно. Итак, новое правительство Израиля продвигает судебную реформу, суть которой, по мнению авторов этой реформы, в том, что нужно устранить перекос в разделении обязанностей властей в сторону нашего еврейского парламента, чтобы суд не имел такого превосходства над законами, которые принимают депутаты. Эта судебная реформа породила многочисленный протест, который продолжается уже больше месяца. И организаторы протеста считают, что в Израиле демократия в опасности именно из-за этой судебной реформы, потому что парламент сможет делать, что захочет, а его не сможет остановить Верховный суд или Высший суд справедливости, как он еще называется, в Израиле. Конфликт обострился в последние дни, потому что сегодня, когда мы разговариваем с Павлом Рогуляном, в бой вступила тяжелая артиллерия. Израильские профсоюзы объявили, что они присоединяются к протесту и объявляют всеобщую забастовку. В то же время произошел раскол в рядах коалиции, где ряд депутатов из правящей партии Ликуд тоже заявили, что они считают, что нужно остановить реформу на фоне того протеста, который происходит. А также был уволен министр обороны, который тоже призвал к остановке реформы. Я прошу прощения за столь длинную подводку, но нужно было объяснить хотя бы в двух словах, что происходит. Паша, скажи, пожалуйста, вот обе стороны, я имею в виду и коалицию, которая продвигает судебную реформу, и протестующие, которые выходят уже месяц на улицы, в их рядах уже свыше 200, а кто-то говорит 300 тысяч человек, они все оперируют, в принципе, одними и теми же доводами. Вот если взять только эти чистые доводы, то будет непонятно, кто их провозглашает. Мы за демократию, мы за нашу страну, братья не дадим погубить нашу страну, нужно остановиться, давайте разговаривать и так далее. Вот если брать только чисто эти фразы, то будет непонятно, какая сторона их произносит. Так что же происходит тогда? Почему невозможно договориться? Ну, смотрите, Михаил, давайте я чуть вас откорректирую. Вы сказали, наш еврейский парламент у нас не совсем еврейский, он у нас израильский, потому что... Это я просто, чтобы попытался сразу перевести слово КНЕСЭТ таким образом. А, окей. И демонстрации идут не месяц, конечно. В последнюю субботу была, по-моему, 12-я демонстрация субботняя, то есть это уже практически три месяца идет протест. И он, как и по законам всех протестов в демократических странах, начинает углубляться и расширяться. Расширяться по количеству участников и углубляться по сути требований, которые предъявляют демонстранты. Но каждая из нас, каждая страна видит демократию по-своему. Сторонники реформы говорят, что мы избранники народа, мы победили на выборах. Значит, мы должны решать, как будет выглядеть страна, как будут выглядеть законы нашей страны. И никто, включая суд, нам не может в этом помешать. Во всяком случае, в рамках этой реформы предусмотрены такие законы, которые очень сильно ограничат возможности израильского суда мешать работе Кнессета, останавливать его какие-то законы, которые, по мнению суда, не соответствуют израильскому законодательству. Но в этом и проблема. Кто-то считает это плюсом, а кто-то считает это минусом. Да, потому что мы же говорим о том, что в демократии вроде бы должно быть три независимых ветви власти. У нас с двумя ветвями независимая проблема – правительство и Кнессет. Потому что члены правительства, они же депутаты Кнессета многие. То есть они принимают решение правительства, потом переезжают в Кнессет и голосуют за него же. И единственная альтернатива, скажем так, независимая на сегодняшний день пока еще ветвя, это судебная система, и по реформе, краеугольным каменем, который является комиссия по выбору судей, по предложению тех, кто за эту реформу выбирать судей, у нас будет фактически коалиция. У них будет автоматическое большинство, и оно сможет выбирать тех судей, которые считают нужным. И получится, что судьи будут считаться обязанными не закону, а тем, кто их выбрал. Потому что в следующий раз могут они выбрать или переизбрать, или еще что-нибудь. Вот это и вызвало протест в обществе, политизация судебной системы, и фактически нейтрализация, превращение всех трех ветвей власти в одну. Что и вызвало мощные протесты, которые расширяются и расширяются. Но я хочу напомнить, что комиссия по выбору судей – это лишь одна из более чем ста предложений, законотворческих предложений по изменению всевозможных ответвлений, скажем так, судебных систем, судебной системы, юридических советников в министерствах правительства. По дороге еще хотят вернуть обратно Арье Дерри в правительство, которому Кнесет запретил быть министром, принять закон о разрешении подарков и пожертвований политикам. Ну, я добавлю еще, извините, я вас перебью, что уже принят закон, который практически исключает возможность увольнения по какой-либо причине главы правительства. Да, но я хочу напомнить, для чего был принят этот закон, потому что Натаньягу в свое время подписался под противоречием интересов, которые означают, что он, как подсудимый, не может принимать участие вообще в обсуждении любых законов, связанных с судом и с юридической системой. Он пробовал это нарушить, ему вынесли предупреждение, вынесли в богат просьбу о рассмотрении его отстранения от должности временного из-за нарушения этого противоречия интересов. Поэтому Кнесет сейчас защитил его от этого устранения от должности. Правда, насколько я знаю, этот закон еще не подписан президентом. И тот же Верховный суд, о котором мы говорили, вроде бы заявил, что этот закон не соответствует, опять же, законодательству. В общем, мы идем к тому конституционному кризису, о котором мы когда-то говорили, что в нашей стране, в которой нет конституции, намечается уже сейчас есть периодный конституционный кризис, сотни тысяч демонстрантов. И сегодня в Иерусалиме может быть обострение, потому что вроде бы сторонники реформы призвали выйти на демонстрацию тех, кто за эту реформу. До сих пор никаких существенных демонстраций не было. И в этой демонстрации объявили сегодня утром собирать, принять участие члены такой сборной, ультра-националистической сборной болельщиков Иерусалимского битара «Ля Фамилия», которые известны своей агрессивностью, постоянными драками и так далее. Не зря, вскоре после того, как «Ля Фамилия» объявила, что она примет участие в поддержку реформы, Натаньягу призвал воздержаться от насилия. Он, видимо, понимает, чем может закончиться противостояние двух сторон сегодня в Иерусалиме. Да, ситуация действительно накаляется с каждым часом, и вполне возможно она изменится, пока этот сюжет выйдет в эфир. Но мы говорим о том, что происходит сейчас. У меня к вам такой вопрос. До сих пор считалось, что вот этот протест, он не политический, он общественный. Не случайно суд даже разрешил участвовать в этих протестах военнослужащим, объяснив свое решение тем, что именно протест общественный, он не ставит перед собой политических целей. Но накал срастей уже такой, что возникает вопрос. Ну, допустим, допустим, хотя никто не знает, как будет развиваться ситуация в ближайшие часы, правительство пойдет на уступки и заморозит временно судебную реформу. На ваш взгляд, протесты на этом остановятся? Я думаю, что да, потому что почему правительство и Кнесет так торопились с принятием закона? Потому что 2 апреля Кнесет заканчивает свою сессию зимнюю, скажем так, и уходит на длинные каникулы. Значит, смысла в демонстрации, не будет адреса, кому будут адресованы эти самые демонстрации. И если Натаньягу заявят о каком-то замораживании, остановке реформы, тогда, мне кажется, протест пойдет на убыль до следующего этапа проведения в жизни судебной реформы, которая, возможно, начнется при весенне-летнем созриве Кнесета. Но Натаньягу, я хочу сказать, поставил себя в очень неловкое положение, потому что вот этот буквально взрыв, скажем так, протеста, который произошел вчера вечером, был вызван тем, что, как вы упомянули, он уволил министра обороны своего поста. Правда, говорят, что он вроде бы уволил, на самом деле, министр обороны Йоггалл, письмо не получил. И уволен ли он, на самом деле, неизвестно. Но, тем не менее, демонстранты выспали на улицу во многих местах страны, возмущены, потому что они увидели вот что. Тот же Натаньягу, тот же министр юстиции Левин говорили о том, что они готовы к переговорам по поводу этой реформы. И вдруг Натаньягу немедленно увольняет человека, который присвал к переговорам, в общем-то. Галланд, министр обороны, сказал, что он не может дать свой голос за немедленное воплощение реформы, глядя, какой раскол идет в обществе. Он призвал остановиться и сесть за стол переговоров. И за это его уволили. Как же это соответствует тем, что коалиция говорит, что мы готовы к переговорам, когда вы устраняете тех, кто за это поддерживает. И если Натаньягу сегодня объявят в какой-то замораживании реформ, временном остранении, тогда появится естественный вопрос, а за что вы уволили Галланта? Он ведь к этому же и призывал. Понимаете? Поэтому у него трудно. С другой стороны, у него есть давление внутри его коалиции. Самые радикальные круги требуют реформу продолжать, несмотря на что. Но в то же время мы смотрим, мы видим, как падают один за одним сторонники этой реформы, которые были ультимативно настроены на то, чтобы ее не останавливать. Тот же Яриб Левин, министр юстиции, заявил сегодня, что он готов принять любое решение Натаньягу. До этого он ни в какую не соглашался на остановку реформы. Ортодоксальные партии заявили тоже о том, что они готовы принять любое решение Натаньягу, поэтому там остается только, по-моему, Итамар Бенгвир из партии Уцмай и Удит, которая требует не останавливаться, а идти дальше. Потому что до окончания работы КНЕСТа у нас 27 марта осталось без выходных там три дня, три-четыре рабочих дня. Успеть за это время принять законы, проголосовать в нынешней обстановке, на мой взгляд, практически невозможно. Вы упомянули трудную ситуацию, в которой оказался наш премьер-министр Натаньягу, но тогда есть еще один момент, который я попрошу вас прокомментировать. Ведь Натаньягу перед тем, как улететь в Лондон несколько дней назад, выступил с драматическим, как было объявлено, обращением к народу, хотя там было повторение просто вот ситуации, которую я проговорил сегодня в подводке к этому сюжету. Но он сказал интересную, самую главную фразу в конце этого обращения к народу, что теперь, когда у него, ему, я перевожу сейчас на общедоступный язык, а не цитирую, ему выше суд справедливости не указ, потому что принят закон о невозможности уволить главу правительства, он берет всю ответственность на себя и берет на себя управление ситуацией в стране, потому что он теперь может как бы высказываться и действовать по поводу судебной реформы, но тем самым он поставил себя в ситуацию, когда он за все и отвечает. Раньше у него была возможность оговориться, я не мог говорить по поводу судебной реформы. Сейчас, после такого заявления, что я беру все управление в стране на себя, у него такой возможности уже нет, а ситуация только ухудшилась. Поэтому я и спрашиваю, не произойдет ли, на ваш взгляд, перерастание общественного протеста в политический? Смотрите, по моим наблюдениям, эволюция демонстраций в демократическом мире, в странах демократического мира происходит вот как раз по этой схеме. То есть демонстранты выходят сначала с каким-то конкретным требованием. Это может быть экономическое требование, это может быть требование об остановке судебной реформы и так далее. Если они видят, что правительство не реагирует на их требования, то тогда, возможно, демонстранты перейдут и к политическим требованиям, потому что все сейчас, в общем-то, взгляды направлены на Натаньягу. Хочу напомнить, что сегодня утром было обещано его заявление, чуть ли не в 10.30 утра. Да, но сегодня сейчас уже у нас шестой час вечера. Шестой час вечера, заявления, все нет до сих пор. Натаньягу якобы проводит совещание с коалиционными партнерами, некоторые подозревают, что он ждет вечерней демонстрации, может быть, того количества людей, которые выйдут с поддержкой реформы, но в любом случае он даже без отношения к судебной реформе, он говорил во время формирования правительства, чтобы наши западные партнеры, скажем так, наши друзья не волновались за слишком радикальное правительство, он сказал, не волнуйтесь, бразды правления принадлежат мне, я буду руководить процессом. И, конечно же, в конце концов, главным ответственным за любой исход событий будет он. Еще один момент, который очень важен, это как среагирует на эту ситуацию наши спецслужбы, я имею в виду полицию, спецслужбы конкретно, нашу армию, потому что все больше заявлений, что к протестам присоединяются военнослужащие, и не только резервисты, которые, причем из элитных частей, отказываются выходить на военные сборы, но уже солдаты срочной службы говорят, что они против реформы и готовы к ней примкнуть. Плюс вот эта всеобщая забастовка, которая была сегодня объявлена. Скажите, пожалуйста, не может ли случиться ситуация вот того конституционного кризиса, о котором вы говорили, когда и армии, и спецслужбам придется решать про себя, а чьи, собственно говоря, приказы они будут выполнять. И все это особенно актуально на фоне увольнения министра обороны. Ну, смотрите, во-первых, давайте мы напомним, что разрешение сотрудникам системы безопасности, всех систем безопасности, там, служб, МОСАД, было разрешено... Контрразведки всем. Разведки, резервистов, там, летчиков и так далее, им разрешили участвовать как гражданским лицам, не позиционировать себя, что вот они там в форуме придут и так далее. Они там как граждане выступают. Значит, ситуация, о которой вы говорите, может возникнуть, если реформа не будет остановлена и законы будут приняты. Апелляции в богатство уже готовы по поводу этих законов. Богатство их будет рассматривать. Наверняка он некоторые законы зарубит, скажем так. И вот тогда возникнет то, что мы называем конституционным кризисом. Никто не будет знать, кому должна подчиняться полиция, кому должна подчиняться армия, потому что Кнесет примет один закон, суд отвергнет этот закон как несоответствующий, какому-то законодательству. И вот тогда в стране начнется реальная проблема. Но если Натаньягу сегодня скажут о том, что он останавливает реформу хоть на какое-то время, мы этого избежим в ближайшее время, скажем так. Надо подождать то, что называется еще не вечер. Все ждут заявления Натаньягу, что он скажет, посмотрим, что и о чем и как он скажет. Я надеюсь, что это все-таки сегодня произойдет, потому что уже больше тянуть нельзя. Сейчас у Кнесета по данным полиции собралось около 100 тысяч человек, а в 6 часов собирается демонстрация сторонников реформы. Я не знаю, сколько их там будет, но главное... И самое главное, обо что это выльется? Да, не дать им соприкоснуться этим людям, потому что иначе будет плохо, иначе может пролиться кровь, учитывая то, что ля фамилия, там много просто-напросто хулиганов, и это может закончиться плохо, конечно же. Тут у полиции будет тяжелая работа сегодня. Да, и особенно учитывая, что призыв к сторонникам реформы выходить на улицы сделал Бен Гвир, глава партии Атма-Исраэль и министр национальной безопасности, в общем-то мы в курсе, кто его сторонники и каким нравом они отличаются по его политической деятельности. Давайте мы вспомним о том, что и противники реформы в общем-то начали вести себя чуть более, ну я не знаю, агрессивно или активно. Ну скажем так, радикально. Да, вспомните, что было на шоссе Айлон, там оно было все в кострах, вытаскивали какие-то трубы, какие-то баррикады строили и так далее. То есть уровень накала в обществе нарастает, и службы безопасности, конечно же, их первая задача не позволить это перелиться в какие-то столкновения, потому что от этого хорошо не будет никому. Может быть, каким-то политикам будет выгодно от этого, но обществу и стране, конечно же, никакой выгоды от этого не будет. Мне кажется, что сегодня вечером будет какой-то пик событий произойдет, и завтра мы проснемся уже умнее, будем знать больше о том, куда мы идем дальше в ближайшие несколько дней, скажем так, до того момента, когда Кнесси уйдет на каникулы. Да, но безусловно, сегодня как бы ответственность главная лежит на премьер-министре, от которого все ждут какого-то решительного действия в ту или иную сторону, но какого-то решительного действия, потому что предыдущие его обращения к народу, скажем так, решительными не выглядели, во всяком случае, на мой взгляд. У меня еще один к вам вопрос. Я говорил с одним из участников штаба такого протестного этого движения и спрашивал именно его о радикализации этого протеста. и суть его ответа сводилась к тому, что если правительство нынешнее и коалиция по нашему мнению прибегают к мерам, которые губят страну, то и мы должны прибегать, мол, к не менее радикальным мерам, чтобы это остановить. На ваш взгляд это довод? Смотрите, здесь есть момент инерции, который на самом деле будет трудно остановить. Потому что я же говорил, что если демонстранты видят то, что не помогает их протест, который до этого в общем-то был мирный, я бы так сказал, были какие-то столкновения при попытках перекрыть шоссе, но с учетом количества демонстрантов, а в последнюю субботу, как нам сообщили, было 195 тысяч только в одном перекрестке улицы Каплан в районе Азриэли, то их можно было назвать мирными. Если не будут реагировать на это никак правительство, то возможно эскалация, конечно же, возможно эскалация, и она вызовет ответную эскалацию, или наоборот та эскалация вызовет ответную эскалацию, и мы перейдем к какой-то насильственной части этого протеста, этого состояния общества, а дальше трудно предсказать вообще, что будет. поэтому я считаю, я с самого начала говорил, что даже при запрете Натаньягу заниматься судебной реформой, у него были инструменты для того, чтобы как-то охладить пыл в обществе, и на мой взгляд, он вчера вечером совершил ошибку, вместо того, чтобы охладить пыл, он уволил министра обороны, и тут же на улице выспали десятки тысяч людей, потому что они решили, что Натаньягу, говоря о возможности какого-то согласия по принятию реформы, совершать действия, противоположные его заявления. У него это бывает, к сожалению. Да, ну будем рассчитывать на то, что все закончится хотя бы просто мирно, а уж пройдет дальше судебная реформа или нет, пока же действительно просите за банальность только время, ну в общем-то не просто время, а ближайшие, может быть, даже часы, ну в лучшем случае дни. Павел, спасибо, что были с нами за этот разговор, на этом все, напомню, что моим собеседникам сегодня был израильский журналист Павел Маргулян. Всем спасибо и до свидания. Спасибо, до свидания.